МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Лиф-Ньюс в студии Игорь Литвиненко. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию подборка самых резонансных новостей оттуда. В российской армии проводят нетрадиционные эксперименты. Самое уязвимое место человека – это шея. Насколько сможет выдержать спецназовый разряд шеи? Три-то-третий отряд спецназов. ПЕ-РЕ-СВЕР Цены бы не было этому бойцу, если бы он проверял шокер на российских чиновниках и политиках. И денег нет, и держаться всё труднее. Россияне начинают поедать своих домашних животных. А в данном конкретном случае хозяева даже не испытывали угрызений совести. Ну, так удачно совпало, что барсик перед завтраком нагадил им в тапки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уснул прямо во время пресс-конференции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. И здесь в результате нашей работы было доработано соответствующее соглашение, которое благодаря именно нашей работе в результате сегодняшнего вечера было подписано. Как выяснилось, за пару дней до инцидента Пескова незаметно укусил Медведев. Путина сняли! Пока, увы, только с Мичиганского моста. Просто американские власти заметили, что сторона моста, на которой висел баннер, была более заплеванной, чем другая. Сборные России и Беларуси сыграли в рамках отбора на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. Глобализация, сказали либералы. Славяне уже не те, сказали интернет-юмористы. Йо-вот сап бичас, сказали после матча девчонки и ушли в раздевалку. А сейчас, к вашему вниманию, российский прогноз погоды. Военные эксперты подсчитали, если взорвать ядерный боезаряд в ближнем космосе над штатом Небраска, это способно вырубить всю электронику на территории США, южных провинций Канады и северных штатов Мексики. Данный конфуз случился не по вине ведущего. Все дело в том, что текст для телесуфлера писал Дмитрий Киселев. А завершим выпуск очередным шедевральным известием из российской действительности. В Саратове 12-летний мальчишка стал отцом. Он так и сказал. Я все равно уже давно бухаю и седой. Так что тянуть? А с вами была программа Лиф Ньюс и я ее ведущий Игорь Литвиненко. До встречи совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!